Как создавать доверие в отношениях? Если уже есть вранье, если уже есть неправда, если уже есть недоверие, как это исправить? Вот откуда происходит изменение? Откуда происходят конфликты и ссоры зачастую? Если вы задумаетесь, а во многих ли парах вообще есть такие открытые, честные, доверительные разговоры? Ведь что там происходит? Почему она изменяет ему? Или почему она изменила? Когда уже созданы хреновые отношения? Когда у вас уже нет уважения друг к другу? Когда вы уже ненавидите друг друга? Привет! Меня зовут Ярослав Самойлов. Я психолог, эксперт в отношениях, основатель образовательной компании «Фаза роста». И прямо сейчас мы будем разбирать тему доверия в отношениях. И моя задача дать вам некоторую инструкцию, некое понимание, как это делать и без чего это в принципе невозможно. Как сделать так, чтобы мужчина был честен в отношениях? Как создать честность в отношениях? Правду, если уже есть вранье, если уже есть неправда, если уже есть недоверие, как это исправить? Как в принципе научиться доверять мужчинам, чтобы мужчины были ответственны, несли ответственность, а не несла ее ты? Как создавать по-настоящему счастливые отношения? Как привлекать достойных мужчин в свою жизнь? Как перезагружать непонятные отношения? Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн-курс «Мужчина. Честная инструкция», где эти и другие вопросы мы разбираем на протяжении нескольких вечеров. Ты можешь быть классной женщиной, ты можешь быть красивой, у тебя могут быть высшее образование, ты можешь даже понимать, как мыслит мужчина, но если нет доверия, если нет открытости в отношениях, я считаю, что будут остальные твои положительные качества, твои преимущества, твои сильные стороны будут работать плохо без понимания, как выстраивать доверие в отношениях. И давай я сейчас приведу пример. Давай представим, что я отец и у меня есть дочка. Просто представим. И давайте представим, что у меня есть правило с дочкой, у нас есть договоренности. Дочке, например, уже 5-6-7 лет, у нас есть некое правило с дочкой, что раз в месяц, в худшем случае раз в месяц, мы присаживаемся с нашей дочкой, и у нас есть открытый разговор. Я говорю, доченька, смотри, я тебя люблю, я твой отец, я папа, папа тебя очень любит. При этом я понимаю, что мне важно вот твое мнение, да, как ребенка, как дочки, как девочки, как девушки. Могла бы ты поделиться с твоим папой, со мной, что тебе нравится в наших вот с тобой отношениях, вот то, как я проявляюсь как отец, что тебе нравится, вот что хорошее я для тебя делаю, что тебе нравится, что тебя радует, что тебя делает счастливой, что тебя делает уверенной. Выдели, пожалуйста, 3-5 пунктов. И выдели также, знаешь, ну хотя бы 3-5 пунктов, а что тебе не нравится, вот что тебе, скажем так, делает несчастливой, что из-за чего тебе плохо бывает. Могла бы ты поделиться с папой? И дочка говорит, например, да, пап, мне нравится, когда ты говоришь, какая я красивая, Мне нравится, когда... Мне очень приятно, когда ты со мной проводишь время. Например, мне не нравится, когда ты мало проводишь времени со мной, да? Или когда тебя там не бывает вообще дома, потому что ты много работаешь. То есть, что происходит? Я... У нас есть открытый диалог, где я не осуждаю дочку за правду. То есть, где я интересуюсь ее мнением о себе, как о роли отца. Я не осуждаю ее за правду. И я не оправдываюсь, когда она говорит обо мне что-то плохое или что-то мне неприятное. Потому что я у нее спросил, да? Я у нее спрашиваю. И это мне дает понимание, а точно ли я хороший папа? Не только лишь по моему мнению. Потому что, например, я ей дарю дорогие подарки. И потому что я такой, я не знаю, там... Гуляю в воскресенье за ручку 2 часа воскресенья. Поэтому я считаю себя классным папой. А мне еще интересно не свое мнение, а именно ее мнение, дочке. И она, например, там что-то говорит. Значит ли это то, что я должен теперь исправляться по каждому пункту? Вот она говорит, ты мне не проводишь со мной много времени. Значит, все я должен все бросать? Или стараться вот проводить много времени? Нет, как минимум я должен понимать. И возможно, понятно, что маленькая дочка, она еще не сама понимает. Может быть, это и к лучшему, что я где-то какие-то моменты делаю, которые ей, по ее мнению, не очень приятны. Но самый важный фактор, то, что она понимает, что папа ее слышит. Папа ее не осуждает за правду. И папа с ней открыт. Нет, я не претендую сейчас на роль эксперта по воспитанию детей. Или на эксперта по тому, как быть классным папой для дочки. Я сейчас использую просто некую психологию взаимоотношений между людьми. Как бы я это делал? Хотя, когда у меня будет дочка, тогда я еще больше заморочусь этим вопросом. Если я уже вникаю в какой-то вопрос, то я хочу стать там профессионалом. И когда у меня приблизится этот вопрос в моей жизни, тогда я там тоже стану профессионалом. Я обучусь этому. И давай представим, вот ты строишь отношения с мужчиной. И ты тоже некое для себя выбираешь, как правило, что я раз в месяц в наших взаимоотношениях с мужчиной, у нас будет каждый месяц, например, некий диалог. И ты будешь подходить к мужчине и спрашивать там, Саш, спасибо тебе за то-то-то, как мужчине. А мог бы ты сказать, вот что тебе нравится во мне 5 пунктов? Во мне или 5 пунктов там в отношениях наших. Вот что тебя радует, что тебе нравится, что тебя вдохновляет, что заставляет тебя двигаться вперед, что же тебя, вот знаешь, делает реально счастливым мужчиной? Скажи мне там 5-10 пунктов. И знаешь, чем честнее ты будешь, тем будет лучше для меня. И подскажи там тоже 5-10 пунктов, которые тебе не нравятся во мне, как женщине. 5-10 пунктов, которые тебе не нравятся в наших отношениях. То, что тебя делает несчастливым. То, что тебя там, может быть, понижает твою самооценку и так далее. Потому что для меня важно, чтобы с каждым днем, с каждым месяцем, чем дальше, тем у нас все, вокруг нас все расцветало. Поэтому мне важно не только, как мне кажется, а я бы хотел знать вот твое мнение, твой совет и твое видение на этот вопрос. И при этом смотри, когда он будет что-то говорить, важно не обижаться, важно не оправдываться и важно принимать эту, уметь принимать эту правду. Да, более подробно, как это делается, как это еще правильно делается, более глубоко, более качественно, это мы разбираем на путь женщины. Это высшее женское онлайн-образование, это самый масштабный онлайн-обучающий курс в интернете. Платный, он идет 30 дней. Там мы это максимально подробно разбираем, но здесь я даже бесплатно вам даю тоже много чего ценного. Так вот, что ты этим создаешь? То есть я понимаю, что как мужчина, о, мои мнениями интересуются, это значит, меня уважают, это значит, что я могу не таить в себе, я не буду бояться что-то говорить, я буду говорить как есть, при этом я буду говорить как есть с уважением, потому что меня с уважением спрашивают, я с уважением буду отвечать. И, соответственно, понимаешь, тогда не будет нюансов, что как в большинстве отношения происходят, вот откуда происходят измены, откуда происходят конфликты и ссоры зачастую, потому что люди терпят, 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 а потом взрываются, да? Они как-то боятся обидеть партнера, они боятся партнеру сказать какую-то правду в лицо или в глаза. И поэтому, чтобы не было накопления, лучше там раз, скажем так, раз в месяц об этом разговаривать. И этим самым, я считаю, этим инструментом, это сильно увеличится ваше доверие в отношениях. Потому что доверие это способность, когда мы можем говорить как есть, спокойно, без претензий. Откуда происходит претензии? Вы согласитесь, что претензия это накопленный эффект? Согласитесь. Ведь смотри, у меня сейчас мне там что-то не нравится. Если я сразу об этом спокойно и мягко говорю или не накаплю долго времени, тогда это не претензия, это просто, ну, я выражаю какую-то мысль. Но претензия это уже скопление негативной энергии, да? Вот терпение и взрыв. Вот это претензия. Можно это дождать название, там, регулярные разговоры, регулярная обратная связь, регулярная открытость. И в моем понимании это клей. Не просто в отношениях, а в счастливых отношениях. Если вы задумаетесь, а во многих ли парах вообще есть такие открытые, честные, доверительные разговоры? Нет. Вы увидите, что это единичные пары. И, скорее всего, это зачастую классные пары. И даже если эти люди расстаются с друг другом, то они расстаются с уважением и любовью друг к другу, а не как с врагами, не как два государства, которые между другом воевали. Если взять, давай, например, возьмем женщину, которая изменяет мужчине. Ведь что там происходит? Почему она изменяет ему? Или почему она изменила? Потому что что-то накопилось. Какая-то неудовлетворенность накопилась. Это может быть сексуальная неудовлетворенность. Но обычно сексуальная неудовлетворенность – это уже следствие. Там причина недопонимания психологическая идет. А потом уже это оборачивается даже в сексуальную неудовлетворенность. То есть у девушки накапливается неудовлетворенность, некое непонимание с мужчиной. И она идет на сторону, и там это удовлетворяет. Например, мужчина недостаточно ей там внимания. А это все накопилось. Она пошла, это внимание получила другого мужчины. Поэтому все, что происходит плохое в отношениях – это все признаки неумения разговаривать. Неумение создавать открытые, доверительные вот те самые отношения. А доверие – это умение, опять же, вести диалог. Просто задумайтесь. Как вы считаете, у многих ли семей есть доверие между родителями и детьми? Многие ли родители задают вопрос своим детям? Скажи, а я вообще хороший родитель? Многие родители как считают? Что если я даю ребенку то, что даю, если я делаю лучшее, что могу, значит, я точно хороший родитель. Это тоже имеет место быть. Это значит, ты хороший родитель, ну, этот человек хороший родитель. По его мнению. А есть еще другое мнение. И просто представьте, насколько мир был бы лучше, если бы родители взяли себе за правило общаться вот так с ребенком. Открыто, доверительно. И быть не просто взрослым надзирателем, самым умным, который знает, как жить, а ребенок маленький, ничего не понимает. И я его учу. А чтобы еще, кроме этого, был доверительный разговор на равных. Просто представьте, насколько мир был бы лучше. Просто представьте, насколько было бы больше в мире счастливых, довольных, успешных, радостных людей, если бы это было. Большинство детей, у которых есть конфликты с родителями, я могу точно сказать, там нету чего? Доверие. Поэтому там, где нет доверия, там нет ничего. И понятно, что пока вы с мужчиной влюблены, с друг друга, то понятно, вначале у вас там, вы друг другу доверяете, легче, легче идут разговоры. Но в том и дело, что важно, особенно пока влюблены, уметь выстраивать в это доверие. Чтобы когда там эмоции уже спадут, чтобы при этом хотя бы доверие было, да, умение разговаривать. И я знаю, что некоторые в комментариях могут воззреть и сказать, да, Ярослав, я задавал этот вопрос своему мужчине. Вот я ему задаю, пошла ему задала вопрос, а он на меня там поржал надо мной. Что вы тут, Ярослав, такое рассказываете? Это вообще неприменимо в жизни. В каких случаях это уже сложнее применимо, просто вот так сложно применимо? Когда уже созданы хреновые отношения, когда у вас уже нет уважения друг к другу, когда вы уже ненавидите друг друга, когда вы уже как бы живете с друг с другом по стольку, по скольку. Там, да, если ты придешь и спросишь, типа, давай будем говорить раз в месяц, там это уже будет по-другому. И там не факт, что это будет срабатывать. И для того, чтобы внедрить в уже плохие отношения, с целью их улучшить, внедрить доверие, нужно начинать с истоков. Нужно возвращаться назад и разбираться, как ты создала в своей жизни такие отношения, что вот так происходит. Какие чувства твои бежит, проработать эти чувства, проработать собственное содержание. Это то, что мы делаем на пути женщины, на платной программе. И то, что мы частично пробуем делать на бесплатном онлайн курсе «Мужчина. Честная инструкция», где мы разбираем, как же по-настоящему создавать действительно классные, доверительные, офигительные отношения. Как прокачивать себя как женщину, как уметь влиять на мужчину, как правильно его менять. И возможно ли вообще, в принципе, менять. И если возможно, то как через изменение себя, как можно влиять на мужчину. Это мы разбираем на бесплатном онлайн курсе. Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться на бесплатный онлайн курс «Мужчина. Честная инструкция». Если это видео было для тебя хотя бы немного полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал. И до встречи в следующих видео. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok